Я не поверю, что в этой комнате есть человек, который бы не был знаком с замечательной историей доктора Патрика Фланагана. Будучи необычайно одаренным 11-летним мальчиком, он продал свое первое изобретение военному воздушному флоту Соединенных Штатов. Это было портативное устройство, основанное на обнаружении радиоволн, исходящих от суперионизированных газов, которые образуются при запуске ракет или при детонации атомных устройств. Через три года он изобрел слуховое устройство под названием нейрофон, а когда ему было 17 лет, журнал Life назвал его одним из 10 самых выдающихся ученых в Америке. В 19 лет он участвовал в разработке космической программы Gemini, а в 23 года он был консультантом военно-морских сил США в рамках программы «Коммуникация с дельфинами». Сотрудничество Патрика с доктором Генри Куанда, отцом гидродинамики, явилось толчком к открытию им оздоравливающих свойств воды. Вода является для нас столь обыденной, что мы часто склонны пренебрегать ею. Но недавнее открытие значения воды и ее функций в живой системе может навсегда изменить нашу точку зрения. Все симптомы старения в той или иной степени сопровождаются медленным обезвоживанием наших тканей. Доктор Алексис Курелл, французский ученый и лауреат Нобелевской премии, однажды заявил, что клетка бессмертна. Скорее разрушается та жидкая среда, в которой клетка обитает. Периодическое обновление этой жидкой среды обеспечивает клетку всем необходимым для питания. И, насколько нам известно, биение жизни может продолжаться бесконечно. В некоторых географических регионах мира продолжительность жизни действительно превышает обычные показатели. В горах Северного Пакистана, например, высокая продолжительность жизни связана с необычными свойствами воды, которую доктор Канда назвал аномальными. Перед своим возвращением в Румынию, где он стал президентом Академии наук, доктор Канда передал Патрику Фланагану свои исследования воды, которым он посвятил 60 лет жизни. Микрокластеры Фланагана – революция в усвоении питательных веществ. Еще Crystal Energy, структурированная жидкость, которая воспроизводит уникальные свойства ледниковой воды, была создана через 20 лет, принеся с собой целебные свойства самой лучшей воды на Земле каждому жителю планеты. В ходе своего исследования доктор Фланаган установил, что вода области Хунза в Северном Пакистане обладает некоторыми уникальными характеристиками, в том числе наличием следовых количеств минеральных веществ, находящихся в определенной коллоидной форме. Кроме того, эта вода содержит большое количество отрицательно заряженных ионов водорода. Они способны отдавать электроны свободным радикалам в организме, не превращаясь при этом в свободные радикалы. Микрокластеры Фланагана являются самыми мощными из известных донорами электронов. В 1997 году Патрик Фланаган продемонстрировал новый продукт под названием микрогидрин. Это гидрид кремнезиома в наноколоидной форме, обладающий способностью аккумулировать ионы водорода. Восполняя водородный запас организма, микрогидрин создает щелочную среду, которую не переносит деструктивные силы. Неугомонные и любознательные, активно вовлеченные в заботы всего мира, Патрик Фланаган знает, что в его власти внести изменения в жизнь людей. Еще когда он был мальчиком, журнал Life процитировал его слова. «Я хочу оставить после себя нечто такое, что окажет сильное воздействие и поможет каждому». Он осуществил это, и даже более. Таков Патрик Фланаган, первооткрыватель. Я помню день, когда Кэти и я сидели вместе с Гейл и Патриком Фланаганами. Нас познакомили и с ними, и с микрокластерной технологией. Я никогда не был так взволнован, потому что я работаю с учеными всю свою жизнь, я их знаю. Но тогда я понял, что мы нашли человека, который действительно стоит на передовых позициях в различных областях наук. Человека подлинного гения, открывшего миру технологию, которая обретет значение для многих и многих грядущих поколений.